так значит а он идет заводской 300 с копейками там лошадиных сил но ты поставил сколько лишь 400 440 лошадиных сил накручен этот мизерный этот стоит этот какой келосин че да то есть можно без ключа уже вот взял кожаный весь до такая за бацаная вот такой вот аппарат о ну-ка малеха назад отъеду мен кожаный руль ну ты взял топ топового line либо вау ничего себе ну нормально все сделано но это фейк да это да это надо просто стычи с настоящие строчка панель не обшита реально она просто мягкая но такая прорезиненная прорезиненные но руль очень приятный конечно панель такая прикольная навигейшн тут у тебя ну-ка давай подойди поближе да я попробовали давался кинем значит приборка а да ох как он круто работает обалдеть у тебя лошадь стоит этот какого ну да ты утром завелся я услышал тебя сушено у него не так сильно обороты да или он гана колосты это на рано холостых потому что так сколько нужно намотал на нем тыс сто девяносто пять тысяч миль за три года парнишка три года катается хатша там занимается сейчас я вам покажу дальше прицеп все дела немножко вам расскажу про него очень приятная машина конечно очень удобная спит прям здесь вот поднял этот сиденье видите там матрасик у него и все прям здесь спит здесь достаточно широкая как бы расстояние между сиденьями не цикл слушай ну звукан ну когда я подойду глушителю оси так еще раз дай да еще раз его это дичь от дымит обалдеть вот это накрученный он аппарат движок конечно шепчет реально шепчет намного тише работает чем старая понятное дело новая технология камен рейл она дает о себе знать по тишине шикарно звучит конец слушай его сколько такой час новый стоит 55 до то есть новый пойти на дилер купить 55 тысяч он стоит до зависимо от комплектации понятно так ну страхом у нас все понятно значит дальше но 4 дверной восьмерка 8 футовая кузова него есть 6 половины короткие есть здесь парные колеса стоят алюминиевые диски элку ничего себе это какой-то крутой бренд но раньше они выпускали столько металлические никогда не встречал алюминиевым может быть aftermarket можно было взять это завода ты уже брал чисто с дилера да и он был с этим отлично так ну и прицеп лод макс называется да значит грузоподъемность вообще ты говоришь у него 12 тысяч паунтов то есть примерно а здесь килограммах написано так килограмм иди у нас вот то есть пятьдесят пять с половиной тысяч пять с половиной тонн грузоподъемность но это когда ты уже опустил до диета сделал а до было сколько портин то есть на две тысячи паунтов больше то есть это скажем на тонну то есть раньше у него грузоподъемность было шесть с половиной тонн он упустил сделал новую наклейку на пять с половиной тонн для того чтобы трак то есть трак и трейлер не превышал 26 тысяч паунтов то есть 13 тонн если он превышает 13 тонн то положено сидел если до 13 тонн тоже не нужен сидел то есть у тебя сидела нету ты спокойно работаешь без всяких проблем по всем штатам да то есть для тех кого интересно значит если машина не то что ладно что номера до 26 должны быть но еще сама техника должна быть не превышать 26 тысяч паунтов грузоподъемность таким образом вы можете работать без сидела этот прицеп он грузоподъемность у него больше но он опустил по наклейке для того чтобы диутищники его не трогали без сидела значит а сколько это играл 30 34 фита длина у него прицеп стоят одинарные колеса вот две оси это у него гидравлические тормоза вот это уже идет самой кабины правильно а подожди у тебя у тебя идет самая ну-ка покажи ко мне а ну да да я же вот это идет к трейлеру правильно то есть у него смотрите я вам покажу как тормоза работает на этой системе здесь стоит у тебя уже built-in она или ты оставил отдельно built-in да он адрес а вот она эта ерунда этот электрические тормоза на машине то есть старого года траки у них не было built-in то есть надо было устанавливать сюда коробочку специальную это рукой можете только как как он парашют вот это парашют называется электронный парашют то есть вы нажимаете прицепом только тормозитесь это плюс и минус мощность на вашу педаль то есть чем сильнее вы педаль давите чтобы он сильнее схватывал или меньше схватывал тормозил то есть вот это вот часть вот это тормоз на прицеп идет значит она выходит сюда вообще она завода идет устанавливается вот здесь вот она на а это для больших прицепов это для маленьких прицепов но ты экстра заказал или сам делал да было ну да то есть для оба который большие трек таки под тягание сделаны они еще суда устанавливать для таких прицепов и гусны акты after market ставил то есть не завода завода поста а то есть и заказывал сразу да но это тоже раньше такого не было 2 сейчас круто стали делать то есть вот это гусник устанавливается еще на раму под под кузовом здесь по центру стоит просто палец здорово и на него одевается прицеп и вот здесь вот защиты 0 . для крюков там у нас а то есть можно сверху еще и пятое колесо деда и тут эти вот штучки для этого снимаешь там закручивая то есть это это гусь гусник называется по-английски или по-русски как шея гуся а есть еще пятое колесо чисто пятое колесо устанавливается рек сюда и на нем пятое колесо будет стоять а чё ты выбрал гусника не пятое колесо ну да ну раз эти море для моя машина возил на таком три машины вот прицеп у меня три машины на таком этом гусники возил нормально далее здесь лебедка есть из тех что-то затащить да отлично ну продолжим с тормозами тормоза сюда приходит электрика он нажал там электрика подает сюда а этот бакс уже распределяет на колеса после гидравлические тормоза на колеса стоят и он распределяет уже сами тормоза гидравликой есть полностью электрические тормоза я не знаю до какого ну грузоподъемности прицепы идут с электрическими тормозами но знаю что если три оси вот у меня был в трехосной для машин у него были полностью электрические тормоза так что эта система лучше намного вот ну стропы стоят трещотки все как положено торпы торпуешься тоже да ну как flatbed получается то есть это то же самое как flatbed и ты работаешь сам на себя то есть свой прицеп своя машина то есть без проблем можно если не имеете сидел вот а ну надо быть минимум 21 год потому что нельзя если если меньше чем 21 год вы не можете выезжать из штата по коммерческой деятельности работать на любой грузовике то есть это запрещено законом если 21 есть и у вас допустим нет возможности сидел получить или не хотите нет желания то можно получить такую машину сделать и работать но должно быть 20 20 18 лет до 20 вы можете внутри штата работать в не выезжая со штата можно с 18 лет работать на такую технике даже сидел можно 18 лет получить но нельзя выезжать со штата в общем вот такая вот машинка прицеп рама у него широченная рама суши он сделан так мощно а у тебя рэмпов нету есть рэмпы ну-ка покажи нормальная тема алюминиевая все-все-все-все не вытаскивать не доски такие же как вот этих стоп декщиков обалдеть все туда закинул их и все без всяких проблем до какой длины у тебя не 16 фит до 16 фит ну переводите сколько это на метр и вообще балденную сюда и кинул да не с язычком таки все замкнулись никто не украл надеюсь ветер не дует сильно не мешает камере немножко ветерок такая свежесть также ящик для инструментов один сбоку один спереди это тоже ящик для инструмента да да вот приехали домой скинули прицеп зацепили лодочку и поехали на речь до кемпера речка это электрическая так понимаю да слайдинг электрическая форточка открывается электричеством badliner вот это вот специально такая напыление идет badliner называется классная вещь между прочим но вот такой вот аппарат dodge автомат у тебя да но коробка нормально проблем не создает вот сколько 200000 ты уже прошел четко в коробке тоже меняешь ну вот вам такой небольшой обзорчик ребят сколько в среднем за милю платят на таком доллар 50 до 1000 серьезно вау доллар 50 на такой машинке ездить обалдеть без сидела так что кому интересно имейте ввиду вот такие вот аппараты катаются пацаны то есть вы хотите длиннее прицеп или более мощный грузоподъемность то надо уже иметь сидел все а если имеете уже сидел то проще мне кажется на большом траке работал тебя как бы устраивает работа то есть проблем нету работаешь все четко все это тебя грузят тоже этот диспетчер грузит и все ты спокойно работаешь никаких проблем понятно ну все всем удачи